Глава 33. Несколько дней принимала решение, ничего не говоря мужу. В конце концов Сергей заметил, с женой что-то происходит. Ты какая-то задумчивая в последнее время. Помешивая ложечкой сахар, мужчина рассматривал лицо Маши. Не приболела? Или на работе что-то случилось? Устала, я просто устала. Маша мыла посуду. А так все в порядке. Машуль, сделав глоток крепкого напитка, Сергей попросил присесть рядом. Я вот что думаю. Петя свободен от армии, надо поступать куда-нибудь. Ты о чем? Пребывая в собственных мыслях, Маша не соображала. Я про учебу говорю. Уже октябрь, а он спит днями. Не думает о будущем. А, ты про техникум, Маша смотрела в одну точку. Пусть годик отдохнет. Годик? А отчего он устал, позволь спросить? Сережа, мой сын недавно переболел пневмонией. Пережил стресс по поводу повестки, а ты гонишь его книжки штудировать. Зачем терять год? Можно же договориться. Я могу помочь. Ой, давай не сегодня. Махнула рукой и продолжила домывать посуду. К вечеру позвонила Вера. Ну что, как ты? Токсикоз еще не замучил? Радостным голосом задала вопросы. На учет, когда встанешь? Некогда мне. Маше не хотелось говорить о ребенке. Ты чего такая грустная? Вера обратила внимание на тон. Маш, что происходит? Все в порядке, не волнуйся, вздыхала подруга, наматывая телефонный провод на палец. Просто грустно как-то. А, понимаю. Вера улыбнулась в трубку. Это у тебя сейчас состояние такое. Верунчик, давай прогуляемся, предложила Маша. Хочется развеяться. Я только за, согласилась Вера. Прогуливаясь по вечернему городу, женщины оживленно разговаривали. Вера делилась последними новостями о дочке, а Маша слушала и представляла, какой бы была ее дочь в таком возрасте. Молодец она у тебя, уже читать умеет, улыбалась Маша прохожим. Я все вспоминаю ту фотографию, где Лилечка в садике, но такая она у тебя хорошенькая, от всех отличается. Копия Толи, хихикнула Вера. Очень любит смотреть, как папа чинит что-то, хватает плоскогубцы и бежит помогать. А мой Петя не особо проявлял интерес к инструментам. Маша стала обидно за сына. Телевизор до мультики подавай. Слушай, Маш, он у тебя учиться пошел? Пока нет. Почему? Учебный год давно начался. Успеет еще, пусть дома посидит. Целый год? У Веры выкатились глаза от удивления. Да ты что, вымахал здоровый детина и дома будет сидеть? А что здесь такого? Вот тут Маша почувствовала прилив злости. Не всем же после школы в техникум бежать. Маша, очнись, он за год так разленится, потом за голову будешь хвататься, убеждала подругу Вера. Да что вы все прицепились с этой учебой? Разозлилась Маша и остановилась. Какое вам всем дело? Вырастет твоя Лилька? Тогда и посмотрим, отправишь ты ее в техникум или нет. Моя Лиля после школы в институт поступит, спокойным голосом сказала Вера. И я в этом уверена. Да иди ты со своей Лилей, психанула Маша. Идите вы все куда подальше. Развернувшись, поспешила на остановку. Ну ты и псих, чуть слышно произнесла Вера. Из-за какой-то ерунды. Маша была зла на весь белый свет. Зачем кому-то давать советы без спроса? Следите за своей жизнью, а сюда не лезьте. Не будет в этом году Петя поступать. Не будет и все тут. Маша испытывала огромную радость за сына. Он дома, всегда на глазах. Не надо допрашивать учительницу и самого Петю, что происходит в школе. Не надо нервничать, додумывать, обижают ли его или оскорбляют одноклассники. Ну, ходит он на встречу с друзьями и пусть. Всех друзей Маша знает лично. Хорошие мальчики, воспитанные. Благо, Лешку Иванова в армию забрали. Теперь точно душа спокойна за сына. Надо Петеньке куртку зимнюю купить, вспомнила Маша. Прошлогодняя мала стала. А еще ботинки. Старые уже. Выглядят не очень. Вздыхая, женщина поняла. Столько трат на сына. Куда еще рожать? Маленькому надо намного больше. Пеленки, ползунки. А вдруг молока не будет? Придется смесями кормить. Опять траты. На молочную кухню надежды нет. Наслышано, как выдают меньше нормы. Коляска, кроватка, соски, бутылки. Уф. Маша освободила шею от шарфика. Стало душно. Ну и дура же я. Теперь уже разозлилась на себя. О чем думаю? Петька ведь прав. Какая из меня мамаша в таком возрасте? На работе устаю, как собака. А если родить, я же не выдержу. Бессонные ночи, крики, болезни вымотают меня досконально. И зачем мне такой хомут на шею? Через три дня Маша посетила клинику и избавилась от нежелательной беременности. Рассказав об этом подруге, с которой помирилась на смене, получила порцию осуждения. Зато теперь свободно. Машу нисколько не тронули упреки Веры. И вообще, сначала одного поднять надо, а не нищету плодить. С надменным видом продолжила следить за конвейерной лентой. Глупая ты, Вера не одобрила поступок Маши. Живешь в достатке и все о какой-то нищете твердишь. Тебе грех жаловаться. Вера и предположить не могла, как сильно изменится жизнь подруги через несколько лет благодаря гиперопеке над сыном. Маша быстро забыла о том, что сделала. В последние дни она стала чувствовать себя намного лучше. Улучшилось настроение, в глазах появился блеск. Женщина изменилась настолько, что даже муж заметил. «Премию дали», — поинтересовался Сергей, доедая котлету с макаронами. «Нет, еще рано». Маша крутилась у плиты и что-то напевала. «Хорошую новость узнала?» Наблюдая за качающимися бедрами жены, Сергей проглотил последний кусок и застыл. «Нет», — не поворачиваясь, ответила Маша. «Ты сегодня очень красивая». Сергей встал и обнял за талию. «Такая... такая...» Слов не нашлось, чтобы выразить восхищение. «Какая?» Кокетством так и веяло. «Ну, почему замолчал?» Сергей глубоко вздохнул и прижался губами. Глава 34. Новый, 1992 год. На этот раз друзья не смогли приехать и разделить празднование Нового года с семьей Маши. Вера ждала гостей из далекого севера. «Жаль, вдвоем будем слушать речь президента», — Маша накрывала на стол. «Как-то непривычно». «Ничего страшного», — Сергей давил кнопки на пульте, пытаясь настроить программу. «Это должно было когда-нибудь случиться». «Я за Петю беспокоюсь», — разложила приборы. «Лишь бы не напоили». «Парень взрослый, должен понимать». «Ага, много ты понимал в его возрасте», — Маша придвинула бокалы. «Наверное, пил как не в себя». «Нет, я не пил. Впервые попробовал в армии». «Ох, я так рада, что Петю не забрали. Там такой бардак», — сплеснула руками, рассматривая блюдо. Все ли поставила или что-то забыла. «Если голова на плечах, то никто не сможет споить». Сергей смог настроить хорошую картинку. «А Петьке почти двадцать». «И что ты хочешь этим сказать?» — Маша поставила руки на бока. «Да хоть двадцать пять. Все равно ребенок». Сергей не стал спорить. Открыл шампанское, разлил по бокалам и уставился в телевизор. Ждать бой курантов. Первого числа Машу ждала смена. С трудом женщина выбралась из постели. Спать хотелось жутко. И кто придумал выходить на работу первого января? Но завод остановить невозможно. Бесперебойная работа подразумевает наличие этой самой работы. Тем более по городу поползли слухи о тяжелых временах, которые вот-вот настанут. «Маш, слыхала?» На проходной Мария столкнулась с коллегой по имени Виктория. «Скоро начнется неразбериха». «Ты о чем?» Маша до сих пор чувствовала слабость во всем теле. «Завод закроют и пиши пропало». «С каких это закроют? А людей куда?» «Бог его знает. Мой уже думает куда-нибудь на заработки податься. Инженеры нынче не в почете». Маша задумалась. «Если богательню прикроют, куда идти работать?» «Ни образования, ни специальности». «А если Сергей потеряет рабочее место, тогда еще хуже. Он основной добытчик. И придумать-то нечего. Идти полы мыть. Ага, сейчас. Чтобы все соседи смеялись. Нет уж дудки. Смешно будет выглядеть. Маша носит дорогую одежду, сапоги. И вдруг полы надраивает. Не пристало так унижаться. Продавщицей тоже не подходит. Каким боком к кассе подходить? Чеки эти. Бррр. И народ, какой нынче пошел, озлобленный. А Маша промолчать не сможет. Даст отпор. И на этом все. Уволят. Что же делать? Куда податься? Новогоднее настроение испарилось, как прошлогодний снег. Приплыли, называется. Вернувшись домой, Маша проверила почтовый ящик, в который, кроме нее, никто не заглядывает. И обнаружила письмо. Отправитель, сестра Катя. О, с праздником решила поздравить, усмехнулась женщина, сунув конверт в карман. Дома, как назло, никого нет. Пришлось открывать дверь своим ключом. Маша вошла, разделась и прошла в кухню. Включила чайник, достала вчерашний салат и села за стол. Вспомнив, что не помыла руки, отправилась в ванную. После выпила горячего чаю, поужинала оливье. Через несколько минут заскрипел замок входной двери. Это был Петя. Как отметили праздник? Поинтересовалась она у сына. Сколько было человек и были ли девочки? Отлично. Пятеро. Три. Отрапортовал Петька, снимая ботинки. Что пили? Прищурила глаза Маша, пытаясь понять, поддатый сын или нет. Сначала шампанское, потом пиво. Петя вошел в ванную. Это вчера, а сегодня я был у отца. Маша медленно поднялась со стула. Как у него дела? Все отлично. Недавно машину поменял. Опять? В прошлом году новую купил. Глаза Маши округлились и стали размером с пять копеек. И откуда такие деньги? У него все на мази. Петя был горд за отца. Фирма своя. Сейчас еще одну открывает. Это вряд ли. Маша расплылась в улыбке. Знаешь, что в стране творится? Знаю. Но отец сказал, что это его не колышет. Сын вытер руки и закрылся в комнате. Маша увидела уголок конверта, торчащего из кармана пальто. Вынула. Обратила внимание на дату отправки. Неделю назад пришло, надорвала край. Вечно они теряют почту. Письмо состояло всего лишь из одной страницы. Катя изложила основные новости, поздравила с наступающим, а в конце приписала. Если захочешь увидеть родной край, приезжай. Мы всегда рады тебе и твоей семье. Хм. Маша покрутила в руках листок. За что я ее люблю, так за то, что Катька не держит зла. В первых числах июня Мария собрала вещи и поехала к сестре в гости. Прохаживаясь вдоль автовокзала, Маша ощущала какое-то внутреннее счастье. Столько лет не была в родном починке, даже не верится. Если бы Катя не прислала письмо, возможно, так бы и не поехала навестить родных. Но последние слова сестры подтолкнули посетить родные места. И все-таки я соскучилась, пробормотала себе под нос, задрав голову к небу. Домой хочется. Застыв на месте, Маша прищурила глаза и улыбнулась. Какая прекрасная погода! Теплый ветерок обдувал лицо, развивая локоны у лба. Маша наслаждалась мгновением, не замечая никого вокруг. «Маша?» Удивленный женский голос заставил очнуться. «Машенька!» Мария повернула голову влево. К ней подошла мама, уставшая и заморенная от духоты и тяжелых сумок. «Мама!» – в полголоса произнесла Мария, никак не ожидая встретить здесь и сейчас свою мать. Ощутив нечаянную радость, Маша подошла ближе и приобняла маму. «Господи!» Это были самые теплые объятия, каких не испытывала дочь за много лет. «Мамочка!» Слезы проступили на глаза, в горле сдавила. «Ты здесь? Почему не заехала?» «Все бегом, бегом!» Ира была рада встрече. Прижимая к себе старшую дочь, также ощутила волнение и умиление. «Я ж не знаю, дома ты или на работе, да и зачем беспокоить по пустякам?» «Я так рада, что мы встретились!» Маша задрожала всем телом. «Я же отправила Кате телеграмму, что приеду сегодня!» «Может, она что-то и говорила, не помню!» Ира разжала руки. «Ох, беда у нас, Машенька!» С грустью в глазах заговорила Ира. «У Вальки дом сгорел!» «Теперь живет у нас!» «Как?» Маша была поражена услышанным. Прикрыв рот ладонью, представила ужасную картину. Пожар и крики местных жителей. «Кто-то поджег?» «Мне так думается, Илья виноват!» Ирина достала из кармана деньги, чтобы купить билет на обратную дорогу. Напился, закурил и уснул. А Валька где была? И дети! «Валька в больницу ездила, а ребятишки у меня!» «Дома ж не приготовлена, вот ко мне обедать и бегали!» Вечером попросились остаться с ночевкой, а... Маша не верила своим ушам. Быстро сообразив, что к чему, сделала предположение, не дав договорить. «Илья в запое, значит?» «А Валя куда смотрит?» Сдался ей этот пропойца. «Любит! Хоть тресни! Любит и все тут! Он же работать не гораст! Днем в поле, а вечером на четвереньках! Потом два дня отсыпается! Его бригадир предупреждает, а этому хоть бы хны! Выкинут, как мокрого кота, а он и в ус не дует!» «Да...» Маше стало неловко за личную жизнь сестры. «А ты с ней говорила?» «А толку-то! И слышать не хочет! Одно вторит!» «Не лезь! Мой Илюшка, мой Илюшка! Не твое дело!» «Ай! Пусть живет, как ей хочется! Мне не до ее проблем! Самой бы как-нибудь разобраться у себя!» «И где они сейчас живут? Переехали?» «У нас и живут!» Хлопнув себя по ноге и расплюнула на землю. Этот потише стал, но ненадолго. Видала и не раз, как отчебучит неладное, а потом прощения просит. «Ой, замучается с ним Валька! Всю жизнь свою угробит! А я говорила, нечего к мужику лезть! Жил бы и жил в своей семье! Нет, надо было хвостом покрутить и выманить от той женки!» «Теперь ничего не изменишь! Нет смысла вспоминать! Столько лет прошло!» Вздохнула Маша. «Ладно, пойду за билетом, а то автобус сейчас подойдет!» «Стой, я сама тебе куплю!» Маша поспешила в здание. «Вот спасибочки!» Спрятав в карман деньги, Ирина обрадовалась. Маша купила билет, отдала матери и помогла внести сумки в транспорт. Заняв места, Мария еще больше захотела домой. «Что там нового в деревне?» «Да ничего!» Сняв косынку с головы и положив на плечи, Ира потерла вспотевший подбородок. «Степка приезжал с семьей в мае. Фроськин сынок опять женился, на такой же, как и сам. Пьют теперь вместе. Правда, кур держат и грядки копают. Председательский сынок также один. Ему мамка сватала какую-то, а он голову отворачивает. «Ох, и тяжко парню! Смотреть жалко!» «Сам виноват!» Мария вспомнила первую любовь. «Надо своим умом жить, а не идти на поводу!» «Ох ты ж, как заговорила!» Усмехнулась Ира, уставившись на дочь. «Сама-то много ума нажила!» Маша почувствовала негатив со стороны матери. «И зачем ты так говоришь?» Улыбнулась через силу. «Поссориться хочешь?» «Я?» Посчитав, что ничего плохого не сказала, Ира выдала. «Я уму-разуму тебя всю жизнь учила, а ты брыкаешься. Я что, спросить хочу?» Набрала побольше воздуха в легкие. «Не жалеешь, что с Олегом жизнь не сложилась?» Нашла кого вспоминать. Маша сделала безразличную мимику лица. «Знаешь, какой у меня Сергей? Самый лучший. Живем, как в сказке. И Петьку любит, как родного?» Ирина полезла не в свое дело. «Любит. А-а-а, по глазам вижу, врешь. Не знаю, что ты там видишь, но мой муж очень хорошо относится к Пете. Отчего ж своих не народили?» Маша начала закипать. Но чтобы не показывать, как ей не хочется затрагивать эту тему, спросила об отчиме. «Дядя Митя-то как? Пьет до сих пор?» Ирина резко замолчала и отвернулась к окошку. «Мам, говорить не хочешь?» «Отчего ж, скажу. Пьет и горя не знает», — повернувшись мельком, оглядела пассажиров, занимающих свободные места. «И зачем терпишь? Давно бы выгнала». Маша вспомнила слова матери о мужевале. «А это уже не ваше дело», — с нотками юмора ответила Ира. «Вы своими живите, а я сама как-нибудь разберусь». На этом разговор о личном закончился. Автобус тронулся, как только подошло время отправления. Маша вспомнила, как она с мамой ездила в Брянск. Сначала за покупками, а потом в интернат. Воспоминания нахлынули с такой силой, что заколола в груди. «А чего Петьку с собой не взяла?» — тихонько спросила Ира. Увидев через два ряда молодую мамашу с ребенком. «Работает?» «Экзамены сдает», — Маша расстегнула верхнюю пуговицу блузки. «Учится на сварщика». «О, как!» — Ирина одобрила будущую профессию внука. «Это хорошо, это нужное дело». А Варька у Катьки год проучилась в техникуме и сбежала. Дразнят ее там, обижают. Не выдержала девка издевок. «Катя мне об этом ничего не говорила». Маше стало жаль племянницу. «Не хочет никому жаловаться. Гордая. Старшая девка в Москву укатила. А эта...» Махнув рукой, и ровновь отвернулась к окошку. «Да кому она нужна? Инвалид и есть». Жгучее желание помочь Варе подтолкнуло Машу на решительный шаг. Доехав до деревни, женщина первым делом завела важный разговор с сестрой. «Катюш, зачем девчонку дома держишь?» — попивая чай, спросила у сестры. «Пусть доучится. Я бы с радостью. Да только...» Екатерина проводила взглядом уходящую дочь и тихонько прошептала. «Не хочет она. Обзывают мою девочку, а она плачет». «Эка, невидаль!» Маша разозлилась на обидчиков, но надо как-то убедить сестру настроить дочь учиться. «Она у тебя затюканная какая-то. Надо бы внушить, что все люди разные. Есть злые, а есть и добродушные. Если на каждого злюку обращать внимание, то только один путь — уехать в глушь и спрятаться. Чего она у тебя время теряет? Не работает, ни с кем не общается. Лето, а Варька дома сидит. Тут тоже обижают». «Нет у нее подруг. Со школы не срослось. Скоро Светочка приедет и будет варюше счастье. Они не разлей вода». «Понятно». Маша выглянула в окно, услышав мычание коров. «Пойду Зорьку встречу», — спохватилась Катя. «А то она у нас с норовом, того и гляди, пырнет рогом. Никого к себе не подпускает, кроме меня». Маша допила чай, ополоснула кружку и последовала за Катей. Стоя на крыльце, огляделась. «Хорошо-то как, уютно. Так хочется позагорать на солнышке и искупаться в местной речке, пройтись по улицам, увидеть школьных друзей, пообщаться, узнать последние новости, рассказать о себе». Но Маша не торопилась бежать навстречу. Ей хотелось насладиться спокойствием и деревенским запахом. Спускаясь по ступенькам, женщина втянула воздух носом и улыбнулась. «Пахнет свежескошенной травой, в перемешку с полевыми цветами, парным молоком и... Ах, вот оно счастье! Благодать да и только!» Маша прошлась по огороду, оценила ухоженность растений, обратила внимание на парник. Когда-то такой был и у мамы. Давно, в детстве. А сейчас у нее стоит теплица, полноценная. Как оказалось, зять построил. «А почему теплицу не поставите?» — спросила у Кати, когда та вышла из сарая. «У матери стоит». Катя волокла ведро с молоком. «Мы договорились так. Она ухаживает, а я закрываю банки на всех». «А-а-а!» Подходя к сестре, Маша вспомнила о младшем брате. «Послушай, а Федя где?» «Никто ничего не говорит. Я его в последний раз до армии видела». «А Федя у нас себе на уме», поставила ведро на пенек. Женился и никому не сказал. «Как это? На ком?» — удивилась Маша. «Да кто ж его знает. Поругался с матерью и уехал. За все годы написал только одно письмо, и то Егору. Вот Егор нам и рассказал. Женился, говорит, отучился, работает. А уехал куда?» «В Астрахань, к сослуживцу. Там и нашел свою судьбу». Подняв ведро, Катя пошла к дому. Маша поспешила следом. «Кать, я что хочу предложить? Пусть Варя поступает в Брянск», — не успела изложить мысль, как Катя перебила. «Да ты что? Мало ей в районе насмешек, так чтобы теперь и в большом городе издевались», — открыла дверь в дом. «Я против». «Ты не поняла. Я предлагаю поселить Варю у меня. Буду за ней приглядывать. Вот посмотришь, станет смелее и научится давать отпор». Катя переступила через порог и замерла на несколько секунд. «У тебя?» — повернулась, выпучив глаза. «Где? В однокомнатной?» «А что? Поставлю ей раскладушку. Петька вечерами у друзей пропадает, так она сможет спокойно заниматься». «Нет, уж лучше в общагу». Катя прошла в кухню. «Зачем она тебе мешать будет? Пусть живет в общежитии». «Кать, я не смогу за ней присматривать. Не наездишься. С моей работой ноги протянешь от усталости. А знаешь, какие в общежитии девчонки попадаются? Затянут куда-нибудь, не расхлебаешь. А у меня не забалуешь». Процедив молоко, Екатерина помыла ведро, марлю и села на табурет. Сестра говорит дельные слова. Варя настолько засиделась в деревне, что даже не может одна съездить в город без мамы. Стесняется чужих людей, не ориентируется на местности. Тихоня, одним словом. «Ладно», — сняла косынку и расправила. «Надо с Варей поговорить. Вдруг не захочет». Обсудив все тонкости проживания на теткиной территории, Варя дала согласие поступить в техникум. «Только не на экономический, как хотела мама, а в педагогический». «Вот и хорошо», — Маша была довольна своим поступком. «Приезжайте в конце месяца на экзамены». Варвара была очень рада, что тетя предложила пожить с ней. Девушка почувствовала какую-то защищенность со стороны родственницы, и это придавало уверенности в себе. Маша провела чудесные выходные в доме Кати. Повидалась с одноклассниками, искупалась в реке, пообщалась с матерью, не заходя в ее дом. Там же Валя с семьей, не хотелось с ней видеться. Если бы младшая сестра изъявила желание поговорить, могла бы и сама прийти. Но этого не произошло. «Значит, жду вас с ночевкой», — Маша садилась в автобус. «У меня отпуск на носу, приезжайте в любой день». «А как же мы все разместимся?» Катя подала сумку с гостинцами. «Петя летом к отцу на дачу собирался, так что места всем хватит». «Ну ладно, родные мои, не скучайте, все будет хорошо». Помахала рукой на прощание и прошла в салон. Кто бы мог подумать, Екатерина смотрела на отъезжающий автобус. Маша предложила помощь. «Спасибо ей», — вздохнула Варя, ухватившись за руку мамы. «Я так рада, тетя у меня боевая, сразу видно». «Не то слово», — Катя повела дочь в сторону дома. «Нервная немного, но ее можно понять. Детство наше трудным было. Маше ой, как досталось». В назначенный срок Катя повезла дочь в Брянск. Пришлось задержаться, так как набор был практически закончен. Маша подключила подругу, чтобы та помогла договориться о зачислении племянницы в педагогический колледж на бюджет. «Ой, спасибо тебе, Верунчик», — Маша ответила на звонок. «Ты ж моя прелесть. Я знала, ты сможешь». «А что тут мочь?» — хихикала Вера. «Родственница то ли там работает». «Все равно спасибо. Если бы не ты, не знаю, что б мы делали. Буду должна». «Ой, это я люблю», — намекала Вера на веселое застолье. «Как надумаешь, сразу же приеду». Уладив все дела, Мария предложила Варе остаться на все лето и познакомиться с городом. Но девушка отказалась. Ощущая неловкость из-за предстоящего одиночества в пустой квартире, когда все будут на работе, Варя стремилась домой. «Как хочешь», — Маша села рядом с племянницей и провела рукой по ее русым волосам. «Тогда приезжай в конце лета. Освобожу полки в шкафу, повесим небольшую полочку для книг, и будет у тебя свой уголок. А стол с Петей на двоих поделите». «Спасибо большое, тетя Маша». Варвара не могла нарадоваться на доброту и заботу. «Не за что, Варюш. Племянница все-таки, не кто-нибудь». «Не представляю, как вы тут будете уживаться». Катя переживала за численность народа и нехватку метража. «Тесновато будет». «В тесноте да не в обиде», — Маша обняла Варю. «Не волнуйся, переживем». «Варе надо будет», — Катя обратилась к дочери, «домой приезжать каждую неделю, чтобы продуктов тебе передать, места там, закруток». «Ой, да будет тебе», — махнув рукой, Маша захихикала. «Все у нас есть. Не боись, с голоду никто не помрет. И не надо кататься каждую. Два раза в месяц самое то. Зачем деньги тратить? Не переживай, Кать, никто тут твою дочу не обидит. Будем в кино ходить, гулять, по магазинам ездить». Но поездки по магазинам отпали сами собой. Трудные времена, казалось, никогда не закончатся. Постепенно цены выросли, а магазины опустили. Люди теряли работу и заработок. Приходилось хвататься за любой труд, чтобы хоть как-то прокормить семью. Жизнь научила приспосабливаться. Если вчера учитель или врач занимал свое место в госучреждении, то сегодня уже стоит на рынке. Развернул палатку и торгует всякой всячиной. Одеждой, обувью, сумками и жвачками. Уровень жизни рухнул настолько, что и в страшном сне не приснится. Тяжелее всего досталось пенсионерам. Бабушки и дедушки занимали места у вокзалов, чтобы заработать какую-то копеечку, продавая семечки, сигареты поштучно и носочки, связанные собственноручно. Люди в один миг узнали, что такое безработица и бедность. Участились случаи воровства и разборок. В стране царила неразбериха. Глава 35. Осень, 1993 год. Первый учебный год Варя закончила на отлично. Удивительно, но в группе подобрался довольно-таки приличный контингент. Никто не цеплялся к девушке по поводу заметного изъяна, не оскорблял, не придумывал кличек. Варя чувствовала себя в своей тарелке среди городских и приезжих студентов. Обрела друзей и лучшую подругу. Ездила раз в две недели домой, чтобы повидаться с мамой и бабушкой. Привозила из деревни, как и говорила Катя, мясо и законсервированные овощи. Господи, да когда ж это кончится? Маша встречала племянницу на автовокзале. С ума они там все, что ли, сошли? Суют девчонки такие тяжести. Забрала неподъемные баулы. Здоровья никакого не хватит, волочить это домой. Я же не одна, Варя застегнула курточку. Меня папа провожал. Почувствовав запах спиртного, Варя смутилась. Опять тетка что-то отмечала, зачистила. Папа, пробурчала Варя и протянула одну ручку от сумки Варе. Бери, потащили. Дома, бросив у порога передачку, Маша рухнула на диван и приложила руку к колбу. Ох, простонала охрипшим голосом от усталости. Голова. Варя разделась. Молча разобрала сумки, разложила продукты и принялась за домашнее задание. Что-то все пишет и пишет, взглянув на спину племянницы, Маша поднялась. Лучше б белье погладила. Сейчас доделаю и поглажу, не поднимая головы, ответила девушка. У меня ужин не готов. Поможешь? Конечно. Тетка особо старалась не напрягать Варю. Если чувствовала себя неважно, то просила о помощи. А неважность наступала почти каждую неделю. Еще бы, праздники с лучшей подругой не могли не оставить после себя тошнотворного состояния. Если Вера отдыхала с умом, то Машин ум отключался после первой бутылки красненького. Забыла Маша об обещании, которое дала сестре, развлекать ее дочь Варю и не давать в обиду. В первый же месяц после переезда, если случались прогулки, то только до продуктового магазина или вынести мусор. Маше было некогда. В связи с удручающими обстоятельствами ей все-таки пришлось взяться за вторую работу, так как зарплату задерживали на несколько месяцев. Маша стала мыть полы на заводе. С двоюродным братом у Вари сложились дружеские отношения. Петя относился к родственнице, как к родной сестре. Рассказывал разные тайны, связанные с его личной жизнью. Иногда помогал наводить порядок в комнате. Петя стал другом для Вари. Хорошим, добрым другом. И этого не могла не заметить его мать. Она всеми силами старалась гасить в себе чувства ревности, но стервозный характер иногда проявлялся в самый неподходящий момент. Варя не зацикливалась на нервном тоне тети. Она думала, что Маша устает на работе, поэтому совсем чуть-чуть придирается к мелочам. Ничего страшного, с кем не бывает. Девушка не заметила первые звоночки. А надо было бежать раньше, еще полгода назад. Глава 36. «Мам, я хочу собаку», – в один прекрасный день заявил Петя, узнав, что его другу Ваське отец подарил на день рождения немецкую овчарку. «Ой, сынок, сейчас не до животных». Маша только что пришла с работы. «Да и грязи от них много. Шерсть, испорченная мебель». «Мамуль, я сам ухаживать за ней буду. Гулять, кормить», – заскулил Петька, как маленький мальчик. «Ну, пожалуйста». «Петя, я же сказала, не сегодня». Расстегнув молнию на сапогах, женщина выдохнула. «Так ноги ноют, сил моих нет». «Я уже нашел, где можно купить, подешевле», – наседал Петька. Выходя к матери, встал в дверях и почесал затылок. «Я никогда тебя ни о чем не просил». «Уф», – Маша сняла обувь и закинула в обувницу. «Надо подумать». Повесила пальто в шкаф, помыла руки и села за стол в кухне. «Чайник еще горячий», – сын крутился вокруг, чтобы расположить мать к покупке домашнего питомца. «Налить, а еще я сварил макароны». «Ты ж моя умница», – Маша поцеловала сына в лоб. «Заботливый». Пока Маша ужинала, Петя описывал в красках непреодолимую тягу к животным. Жестикулируя, уверял мать, что все заботы по кормлению и воспитанию возьмет на себя. «Он такой классный, мам!» У парня горели глаза. «Когда я взял его на руки, он облизал мое лицо и пискнул». «Ох, Петя!» – Маша практически сдалась. «И куда мы его? На балкон?» «В комнату», – Петя насупился. «Куда же еще? Будет спать со мной на диване. Я же сказал, гулять сам буду выводить». Мария растаяла. Грустные глаза сына все-таки сломили нежелание разводить дома зоопарк. «Хорошо, только денег сейчас нет». «Я занял, мама!» – воскликнул Петька, подскочив на месте. «Мне ребята дали. Будем по чуть-чуть возвращать». «Будем», – повторила Маша, зная заранее, что Петька не вложил ни копейки, хотя у него есть некоторые сбережения благодаря отцу и бабушке. «Ладно, я согласна». Маша вышла в прихожую. «Я дам столько», – протянула сыну купюры. «О, круто!» – Петя пересчитал деньги. «Как раз у отца еще возьму». «Мама, спасибо!» – обхватил мать за плечи. «Завтра после пар поеду забирать». Завтра. Завтра наступило для Маши так же неожиданно, как и появление щенка ранним утром. Проснувшись от прерывистого лая, женщина поднялась с кровати и надела халат. «Это что еще за визги?» В свой выходной Маша не намеревалась вставать так рано. Открыв дверь, Маша чуть не потеряла сознание. Петька притащил щенка. Щенка размером с теленка. «О, Боже!» – протерев глаза, Маша ахнула. «Кто это? Откуда?» «Мамуль, не пугайся! Это лорд!» – с гордостью произнес Петя, сидя на полу в прихожей и обнимая лабрадора. Васька помог привезти. «Ты почему не в училище?» – Маша попыталась рассмотреть на циферблате, который сейчас час. «Да мы тут…» – почесав за ухом, Петька понял. «Сейчас будет нагоняй». «В общем, я не спал всю ночь». «Это я вижу!» – принюхалась Маша и поморщила нос. «Что, пили?» «Покупку отмечали». Петька был счастлив. «Надо было породу уточнить!» С тяжелым сердцем Маша пошла досыпать. «Ничего страшного!» – Петя повел пса в комнату. «Зато будет охрана в доме!» Первые два дня Петя исправно выводил лорда на прогулку, приучал к туалету. Кормил, как положено, мыл лапы, играл. На третьи сутки парень сдал свои позиции. Вставать в пять утра – невыносимое испытание. «Мам!» – вылез из-под одеяла, услышав будильник. «Отведи лорда на улицу!» Ни слова не говоря, Маша встала и повела собаку на прогулку. Завернувшись в одеяло, Петя продолжил смотреть «Пятый сон». Прошла неделя. Маше изрядно надоело присматривать за щенком, который питался, как слон, портил мебель, разбивал все, что мог достать, и делал лужи в квартире, не дождавшись выхода на улицу. Из-за одной такой лужи попала и Варя. Девушка собиралась ехать в колледж. Выбежав в ванную, схватила заколку для волос и ринулась обратно в комнату, вспомнив о реферате. Пора уже стоять на остановке и ждать автобус. Варя опаздывала. «Лорд, отойди!» – Петя не мог проснуться. «Хватит!» – я сказал. Облизав лицо Пети, пёс рванул к входной двери, чуть не сбив Варю. На радостях запрыгал перед Машей, когда та вошла в квартиру и устроил мокрое дело. Маша встала, как вкопанная. Варя, не обращая внимания на собачье озеро, перепрыгнула и схватила куртку. Пристально посмотрев на племянницу, Мария зарычала. «У тебя совесть есть? Прыгаешь тут, а убрать? Руки отвалятся!» «Это не моя собака!» – растерянным голосом произнесла Варя, застегивая молнию на куртке. «Я не обязана за ней убирать!» «Обязана!» – во всё горло закричала Маша, схватив половую тряпку. «Раз уж живёшь здесь, значит, обязана!» Намочив ткань собачьими отходами, ударила племянницу по ногам. На глазах Вари навернулись слёзы. Девушка вернулась в комнату, чтобы переодеться. «Ты чего кричишь?» Петька увидел, как мать обидела сестру. «Я сейчас сам уберу!» «Собирайся в училище!» – Машу распирала от злости. «Опоздаешь!» «Это Варя опоздает! Ей пораньше надо выезжать!» Выхватив из рук мамы тряпку, парень начал усердно убирать за собакой. «У меня ещё целый час в запасе есть!» «Ох, посмотрите на него!» – Маша уставилась на сына. «Он за Варьку волнуется! О себе надо думать!» Стиснув зубы, Петя вытер лужу и хотел было ополоснуть старое подобие полотенца в раковине. «Куда понёс?» – Машку затрясло от брезгливости. «В ванной надо полоскать!» «Ай, дай сюда!» – вырвала из рук вонючую тряпку и с яростью открыла кран. «Иди отсюда!» – выгнала сына. «Как хочешь!» – Петя сбавил тон и вошёл в комнату. Варя успела переодеться. Пётр сел на диван и еле слышно произнёс. «Извини, Варь!» – опустил глаза в пол. «Не слушай её!» «Я всё слышу!» – выкрикнула мама, выжимая тряпицу. Петя замолчал. Варя схватила сумку и куртку. Одеваясь на ходу, открыла дверь и, как обычно, попрощалась. Тётка не ответила. Чем дальше, тем хуже. Направляясь к остановке быстрым шагом, Варвара спешила в колледж. Оскорблённая и униженная всем нутром ощущала ненависть к родственнице. Надо же, какая злая, оказывается! Согласилась на огромных размеров собаку, а ответственность переваливает на племянницу. Думала ли она своей головой? Пёс вырастет размером с телёнка, квартира маленькая, не развернуться, а тут ещё и собака. Варя скоро съедет, и места станет побольше, но… Глупо заводить животных в однушке, очень глупо. Петя уже без особого желания ухаживает за питомцем. Думать надо было, а не идти на поводу у сына. Запрыгнув в автобус, девушка протиснулась сквозь толпу и взялась за поручень. Душно, народу не протолкнуться. Почувствовав, как транспорт отъезжает от остановки, Варя с облегчением вздохнула. До вечера тётя отойдёт и дома станет спокойнее. Провожая сына за дверь, Маша взглянула на часы и попросила его поторопиться. Ты взял с собой бутерброды? Поцеловала в лоб и поправила воротник рубашки. Обязательно нужно питаться вовремя, иначе схлопочешь гастрит. Вон какой ты у меня худенький! Покачала головой, осмотрев сына сверху донизу. — Ой, мам, я уже не маленький! — пробурчал Петя, застёгивая куртку. — Ты всегда будешь моим сыном! — прошептала Маша, улыбнувшись. — В любом возрасте. — Я это знаю. Не задерживайся, пожалуйста. Сегодня я испеку твой любимый пирог. — Я бабушке уже пообещал. — Когда? — нахмурилась мать. — Ты слишком часто к ней ездишь. Неужели не хочешь провести пару часов с мамой? — Мамуль, хватит, а! — Петьки надоели сюсюкане. — Провести с тобой вечер — это выслушивать, какие девушки нынче наглые и доступные. — Ну почему же? Можем вместе фотографии твои посмотреть, обсудить фильм или... или выпытать у меня, были у меня девки или нет. — Петя рассердился. — Сказал, к бабушке поеду, значит, поеду. Строго посмотрел на мать и ушёл прочь, что-то проговаривая себе под нос. Маша дождалась, когда сын скроется за поворотом, ведущим на лестницу. Закрыла дверь, погладила рядом сидящего лорда и тяжело вздохнула. — Как быстро растут дети! — прошла в кухню, чтобы попить чаю. — Скоро найдёт себе какую-нибудь прохвостку и забудет обо мне. Стало тоскливо. Мария не могла свыкнуться с мыслью, что сын влюбится когда-нибудь и оставит родительский дом. Будет ухаживать, улыбаться и обнимать постороннюю женщину. Это несправедливо. Вырастила, отдала всю себя, а взамен что? С отцом и тот чаще общается, чем с мамой. Неужели забыл, что папка бросил мать? Нет, не бросил, предал. Только за это Петя должен ненавидеть отца. А он, наоборот, созванивается и ездит с ним на дачу. С бабушки спрос другой, и её можно понять. Единственный внук, которого она растила с пелёнок, баловала, заботилась. Здесь тоже непонятно, почему Петя к ней ближе, чем к родной маме. Может быть, из-за Сергея? Вряд ли. Петя не смог бы промолчать. Чуть что не по его, говорит прямо, не стесняясь. В чём причина, что сын отдаляется с каждым днём всё сильнее и сильнее? Помешивая ложкой сахар в чашке, Маша смотрела в окно и переживала за сына. Попытки понять поведение Пети ничем не увенчались. Кто-то настраивает мальчика против неё, и это очевидно. К обеду Маша приготовила пирог с клубничным вареньем, который ей привезла подруга. Надеясь на скорое возвращение сына, никак не ожидала увидеть Сергея. Дверь открылась, и на пороге объявился муж. Маша насторожилась. Почему так рано? Вышла навстречу. Несу тебе хорошие новости. Сергей сиял от счастья. Вот. Протянул трубочку из купюр. Что это? Маша не верила своим глазам. Удачная сделка, похвастался муж, снимая ботинки. Сейчас хорошо, а станет ещё лучше. Ого! Развернув бумажки, Мария прикинула размер суммы. Ничего себе! Не знаю, как у других, но у нас с тобой всё идёт в гору. Обняв жену, Сергей рассмеялся. Конкуренты дали заднюю, как только изложил суть сделки. Директор мной доволен. Маша завизжала от радости. Господи, вот это удача! Теперь не надо будет драить полы. Начнётся новая жизнь, благодаря умственным способностям Сергея. А ещё... Серёга достал из портфеля бутылку коньяка. Предлагаю отметить. Только есть одно «но». Я вечером еду в командировку. Золото ты моё! Расцеловав мужа, Маша побежала в кухню накрывать на стол. Устроив праздник и хорошенько отметив шикарную новость, Маша проводила мужа на поезд. После возвращения домой ей показалось мало. Дождавшись Варю, попросила купить ещё и предложила присоединиться. Варя отказывалась, но после согласилась. Зачем обижать тётю? Можно и пропустить одну другую рюмочку, а потом ещё одну, третью, четвёртую. — Варь, сходи ещё! — попросила заплетающимся языком Маша, допив остатки спиртного. — Гулять-то гулять! Передала Варе деньги и отправила в магазин. — Прикольно! — Петя столкнулся с сестрой на улице. — Маман сегодня гуляет. Пошли вместе! — подхватил Варю под руку и повёл в круглосуточный. Праздник длился до часу ночи. Пришло время ложиться спать. Ничего не соображая, Маша кое-как расстелила кровать и завалилась спать. — Только не вздумай лечь на диван! Сдели раскладушку! — крикнула племянница, когда та пошла умываться в ванную. — Знаю я вас, прошмандовок! — Тётя Маша! — Варя застыла, услышав оскорбительные слова в свой адрес. — Да как вам такое в голову пришло? — Ложись спать! Мария крутилась сбоку-набок, ощущая полную прострацию. — Если что, пеняй на себя! — Боже, что за отношения! — Зачем так? — Это же брат и сестра! Как можно подумать такую низость! Варя умыла лицо, по-быстрому приняла душ и расстелила своё спальное место. Петька уже вовсю храпел, завернувшись в одеяло и не обращая внимания на скулящего пса. — На улицу хочешь? — Варя подозвала лорда к себе. — Что ж с тобой поделаешь? Пошли! Оделась потеплее, пристегнула собаке поводок и повела на прогулку. — Как спать хочется! — шептала Варя, наблюдая за лордом, копающим ямку в замёрзшей земле. — И зачем пила? Хорошо, что завтра выходной, и никуда не надо спешить. Но выходной был для тёти, а не для Вари. Услышав в семь утра стон болезной тёти Маши, Варя вскочила и побежала в кухню. Тётка лежала на спине, прикрыв мокрым полотенцем лоб. Бледная, как моль, и помятая, Маша не могла прийти в себя после вчерашнего. — Варюшенька, девочка моя! — пролепетала охрипшим голосом, чуть приоткрыв глаза. — Свари, пожалуйста, супчик. Мне сейчас просто необходим бульон. Сонная и невыспавшаяся, Варя полезла в нижний ящик стола за картошкой. Самой муторно, а тут ещё и готовка. — Ой, Варечка, я всю ночь не спала! — давила на жалость Маша. — Меня так тошнило! — Слишком много было спиртного, — Варя взяла несколько картошин. — Как ещё влезла! — А это уже не твоё дело! — голос тёти стал ещё грубее. — Следи за собой! Сама-то вон сколько выдула! Я в твои годы такой ерундой не занималась и близко к стакану не подходила. Ничего не говоря, Варя начала счищать кожуру, стоя у раковины. — Помыть надо сначала, а потом срезать! — сделала замечание Маша. — Ты мне так раковину засоришь! — Мы всегда так делали, и ничего не засоряется! — оправдывалась девушка, уставившись на тётю. — Вот так и делайте, только не у меня, а в своей деревне! — огрызнулась Маша и побежала в туалет. — Чтоб у тебя там всё наизнанку вывернуло! — прошептала Варя, опешившая от новых придирок.